Датчик пожарной сигнализации, здесь он не работает, его не сработает, потому что он изначально закрыт у нас колпачком. Почему это сделано? Мне непонятно, для чего это было сделано. Опасность таится в мелочах. Даже самая маленькая ошибка в системе безопасности может привести к серьезным последствиям. Для батутного центра это первое учение. Сотрудники внимательно слушают инспекторов и вместе с ними фиксируют все недочеты. Основные проблемы – заблокированный эвакуационный выход, отсутствие проходов в сетке, закрытые дымовые датчики в раздевалках. Некоторые замечания устранялись сразу на месте. Система оповещения эвакуации сработала, персонал, в принципе, свои действия знает. Есть моменты, которые мы подсказали как руководителю объекта и тем людям, которые непосредственно арендуют, занимаются здесь батутным центром. Действия персонала, в принципе, удовлетворительные, знания определенные есть, но я думаю, что сегодняшнее наше учение, эти недостатки, которые мы выявили, будут своевременно устранены и некоторые незамедлительно. Мы, наверное, благодарны тому, что произошло такое мероприятие, это учение, потому что центр работает совсем недавно, всего три месяца, с декабря работает. И все это новое, все это только запущено получается, да. И нам, наверное, может быть, своей компетенции не всегда хватает, да, в таких тонких вопросах. И вот такие консультации очень полезные, очень ценные. И, конечно же, мы в ближайшее время все эти рекомендации стараемся исполнить. Систему пожарной безопасности проверили и этажом ниже в ресторане «Макдональдс». К объектам общественного питания особые требования, так как поварам каждый день приходится работать с огнем. Но здесь сотрудники продемонстрировали отличные знания техники безопасности и как вести себя при возникновении пожара. В рамках обеспечения пожарной безопасности мы там серьезных замещаний не обнаружили. Люди из помещения эвакуировались своевременно, персонал свои действия знает. По работе кухни ничего сказать не могу. Действия наших подразделений были слажены, отработаны, были правильными. По словам спасателей, общие результаты проверки удовлетворительные. На работу над ошибками руководителям дадут время. А затем снова проверят. Подобные экзамены на пожарную безопасность ждут и другие объекты, посещаемые большим количеством людей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.